здравствуйте друзья последнее время усиленно муссируются слухи о том что с 1 июля будут введены тотальный контроль за платежами граждан между собой с карточки на карточку и что эти платежи будут облагаться 13 процентным налогом так это или не так давайте просто вот порассуждаем я точно не знаю не могу сказать что в голове у этих людей но давайте рассуждать логически мы имеем право помогать своим родителям своим родственникам ну например если у меня скажем или у вас родители старые нуждаются в помощи вы как сын там или дочь помогаете родителям в этом нет ничего плохого это хорошо потому что на нашу пенсию естественно не прожить и поэтому ну было бы неправильно облагать эти платежи еще и налогами это платежи между родственниками или например сын или дочь студент где-то учится в другом городе почему не перевести на карточку деньги это разумно это понятно вот с другой стороны ну во все времена в любом виде граждане всегда имели право между собой друг другу дать в долг деньги а потом это разумно вернуть в соседке взаймы до зарплаты там и так далее ну а вернуть если там где-то но уехал другой город почему бы не на карточку не перевести эти деньги это удобно и это тоже я не думаю что это вот как бы противозаконно вот с третьей стороны банки за это берут комиссию за эти платежи и доля в прибыли банка вот этих платежей этих комиссий она весьма и весьма немаленькая и банк что делает да ничего не делать просто берет деньги за эту комиссию а переводы все происходят автоматически поэтому для банков это очень выгодный организация вид деятельности и банки в том числе государственный сбербанк будет очень сильно сопротивляться вот этому еще один довод кто платит налог а налог платят либо граждане самостоятельно либо платит граждане через так называемых налоговых агентов налоговыми агентами являются то организации в которой граждане работают то есть человек если сам хочет заплатить налог подоходные ну например вы сдаете квартиру в аренду или там вы что-то делаете в гаражах то вы имеете право просто пойти в налоговую сказать я получил вот такие-то доходы за полу специальный бланк декларации это называется 3 ндфл вы заполняете что я получил такие доходы я готов заплатить за них 13 процентов вот я перевожу и все вы чисты перед государством есть такой момент и налоговый агент понятно что если вы работаете где-то то государство за вас не государство ваша организация ваша бухгалтерия платит за вас те самые 13 процентов но банк не является налоговым агентом банк только посредник и платежи идут через банк но банку вот это вот геморрой он не нужен банк не является налоговым агентом банк только посредник и банк не хочет на себя принимать эту функцию это огромная функция как контролировать как отследить вот это платеж это доход а этот не доход но еще один вариант смотрите с другой стороны знаем что правительство озабочено тем что очень много граждан у нас самозанятые то есть они нигде не регистрируются они безработные вроде бы официально вот но не хотят работать но почему-то ездят на лексусах вот и конечно хочется их обложить всех налогами вот чтобы платили то есть такое пожелание у государства есть и поэтому да значит ну как налогами если есть вот такие платежи например да то почему бы не не обложить вот и отсюда слухи ходят теперь еще один довод что может быть ну может быть теоретически значит вот исходя вот из этих вот рассуждений постараются обязать банки сообщать о том что вот вы пропускаете там граждане занимаются сомнительной деятельностью банки естественно будут этим сопротивляться но потому что в таком случае они потеряют источника поступления денег и и клиентов вот но с другой стороны если банка все банки сильно запугать штрафами бешенными там штрафы действительно беженые бешеные за то что вот банки способствуют незаконной деятельности то банки будут вынуждены это делать в каком виде но если логично рассуждать то опять же банки могут обязать сообщать в налоговую сомнительные операции граждан но это и так делается но просто там есть сомнительные операции там на какие-то суммы определенные от 600 тысяч то есть если меньше 600 тысяч то никого не интересует если больше 600 тысяч то банк сообщает это уже есть вот но сейчас может быть значит разработают отдельные еще критерии что человек например получает выше определенного кого-то порога те же 600 тысяч но мелкими платежами и от физических лиц тогда тоже банки могут обязать сообщать в налоговую а вот как раз налоговая функции налоговый входит контроль за исполнением налогового законодательства входит но работать никто не хочет и работать никто не любит для банков это геморрой но банк может это поручить программе а вот налоговая это программе не сможет поручить то есть банк может слить конечно в налоговую эту информацию но что с этой информацией делать и как то есть налоговая должна будет дополнительный штат дополнительный штат в налоговую никто не даст они скажут справляйте своими силами вы когда-нибудь были в налоговой я там бываю регулярно не хотят они работать не хотят они работать но теоретически можно предположить что налоговая вот будет получать вот эти сведения от тех от банков которые занимаются вот такими но получают такие платежи регулярно и теоретически теоретически я повторяю может быть что вот этот человек которого дополнительно взяла налоговая сказать отдельные отдельно человека наняла он будет звонить например да тому кто платит деньги и говорить вот вы тут заплатили деньги и значит там ну и выяснять за что выяснять они умеют очень хитроумно тут я могу точно сказать но если скажем если вы получаете такие платежи то просто скажите что да вот человек брал у меня в долг теперь возвращает все никаких претензий здесь нет коммерческой деятельности но если вдруг банк позвонил этому человеку который отправляет вам платеж и человек говорит что а это вот за там бузюку который это для меня сделал вот и другой другому тоже звонит играет слушайте я за бузюку заплатил вот это значит что человек занимается продажей бузюк коммерческая деятельность и она как бы это самое не зарегистрированное то есть незаконное предпринимательство вот тут уже налоговая имеет возможность административное дело и там штраф наложить вот это теоретически возможно но опять же я говорю что если налоговую заставят есть налоговая ведет вот такую единицу и так далее так далее то есть если 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 вот недавно появилась статья вот сегодня я буквально видел что грех все это опровергает что говорит все это домыслы ну вот я с ним во многом согласен вот на таких основаниях но вот все что я хотел сказать я сказал поэтому если вы получаете такие платежи то я уже сказал что отвечать если вы получаете платежи от граждан то скорее всего та сторона то есть стороне позвонят и спросят за что вот и вы просто предупредите их что да я брал него в долг возвращаю долг это личные как бы такие переводы не некую коммерческая деятельность если вы человека предупредите об этом то да если нет то значит нет вот но вот такие как бы мысли и как обезопасить себя вот от этого всего просто скажите что это не коммерческие платежи все если кто-то проговорится о том что это коммерческие платежи ну в общем тогда уже наверное могут быть санкции надеюсь это видео было полезно спасибо с вами был демитков юрий и да в комментариях напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу и может быть я что-то не учел напишите мне очень будет интересно я буду очень благодарен ну и лайк с вас